И она этим намекнула, что... Я еще помню, сиди с Мишей дома, рядом мама, и мама с вот такими глазами сидит. Подождите, а Элине в итоге Леша понравился, или это шутка была такая? Не знаю, шутка не шутка. Это, вы же, друг, вот эта компашка угоралась, сидела. Нет, Элина, это же голос твой был, рот твой был. Когда? Нет, Аня позвонила и сказала, что это шутка была. Элина, ты беременна от Леши? Нет, я не беременна. Нам шесть принести показали. С Криспат, и с кем? Да ни с кем я здесь не спала, кроме Назара. Я не спала, и только вот Назар, все. Еще раз, слушай, мне прям держать, и она говорит вчера. Я ни с кем не спала, у меня же тест на беременность. Ирина, сейчас и я, я ни с кем не спала, у меня же тест на беременность. Ну, я попросила через две недели еще тест. Вам что, ну, извините, у меня месяц уже они идут, конечно. Через неделю, если не начнут, я еще еще не спала. Я не понимаю, что что в Москве, ты сказала так. С кем? С кем? Я не знаю, в Москве был сексаперизм. С Назаром. Да говори! Я вчера сказала еще. Так вот, не знаю. А чего? Ирина, ты здесь, тишина! Ирина! За периметром. Что за периметром? Спала с мужиком за периметром. А можно еще какие-то вонные? Там много мужиков за периметром, я приехал только что. Из дома два ни с кем я не спала, только с Назаром, все. Откуда взялся мужик за периметром? Кто он? Мой бывший молодой человек. Если ты с ним, у вас с ним какие-то шурум-брум, давайте сюда, мальчик, с этого хочу увидеть воучку. Мы расстались, мы не будем вместе, я не... Ну, это... У тебя другая мама? Да. Классно. Ты любовница? То есть я правильно понимаю, твой бывший изменил своей девушке со... С бывшей, да, со мной. И мы его не говорим. Это успех. Чтобы его не знали. Я правильно понимаю, что при всем при этом вы не предохранялись. Предохранялись. Бывший, когда вы с ним переспали? По времени? Третьего января. Третьего января. Леша, у тебя получается, смотри, тут вообще очень такая история... Если гипотетически первого, второго, первого, второго ты был с Элиной, а третьего она была с бывшим, вы вообще не разойдетесь. Тут вообще понять невозможно. Да я вообще не знаю, при чем здесь я. Вот я сижу и думаю, как здесь я. Я, наоборот, попросил меня тест купить. Леша. Я солидный не спал ни с кем, кроме Тани, не сплю и не изменял никогда. Леша. Если это гипотетически, Элина родит от тебя ребенка. Если ДНК покажет, что это твой. Гипотетически. Ну, гипотетически, да? Гипотетически. Я так понимаю, что вы будете втроем жить, Лена, Элина и Таня. И я понял, что барыш не против, поэтому втроем мы не сможем жить. Но ответственность за ребенка, за своего, я всегда возьму, конечно. Гипотетически. Гипотетически, Танюшка, я тебя поздравляю. В этой жизни Леша, как гиперответственный человек, вы все время брать за кровотоответственность. Ладно, Элина, вы цыковые. Что делать с тобой? Сейчас ты говоришь, что у тебя с мужем ничего не связывают, у него там есть женщина. Я вот не верю. А вдруг выяснилось, что у него нет женщины. Есть у него. Хорошо, давай мне надо. Я позвоню прямо сейчас. Да, да. Ну и все можно. Давай, все, давай, все, давай разберемся. У тебя телефона с тобой нет. Порочек. Походи, блин, у тебя ног нет. Я знала про бывшего. Знал? Ну, просто мы сегодня настели на нее, потому что история, ну, очень странная. Мутная, да. Она, вот, не знаю, мне нравится, что она и с Назаром не предохранялась, и с бывшим не предохранялась. Вот, а сейчас вот... И месячных у нее нет уже месяц. То есть там и Назар может быть, папа, и не пришли месячные. То есть она не предохранялась с бывшим? Она говорила изначально, что нет, ну как так, то есть тема с тема. Она говорит, предохранялась. Это как-то... А если мне надо? Ну, это не надо.